Моё имя доктор Уинстон Крей. Я здесь с самого начала. Всю свою жизнь я работал над раскрытием секретов ДНК человека и инопланетян, чтобы выполнить договор и взамен стать вдохновителем нового мирового порядка. Но обстоятельства изменились. Для непосвященных я мистер Уайт. Моё настоящее имя не имеет значения. Я руководитель мира грез. Да, творец снов. Мне это нравится. Это поэтично. Всю свою жизнь я потратил на то, чтобы раскрыть эти тайны. За эксперименты, которые я проводил годами, мне пришлось расплачиваться своим здоровьем. В конце концов, наука подвела меня. Я не могу вылечить своё тело. Но мой ум всё так же ясен и послужит мне до конца. Я делал то, что сделал, и моя работа не была напрасной. Я буду жить вечно, и меня никогда не забудут. Мне не надо чужих заслуг. Только то, что я сам достиг здесь глубоко под землёй. Работа была огромной. Я познакомился с доктором Крейм во время Второй мировой войны. Он добился замечательных успехов в исследовании ДНК и стал ведущим специалистом по разработке биохимического оружия. Проект «Манхэттен» был совершенной чепухой в сравнении с нашими достижениями. Но выполнению наших проектов мешала их безнравственность. Так что я провёл несколько своих собственных экспериментов на Среднем Западе без ведома доктора Крея. Ужасы, причины которых был я, привели к замечательным открытиям. Затем в Розвиле разбился корабль пришельцев, и история получила неожиданное продолжение. Когда я понял, каким сокровищем с точки зрения биологии является Эдгар, я немедленно усадил доктора Крея за работу. Высадка на Луну была частью плана нашего правительства, направленного на то, чтобы отвлечь население от сообщений об инопланетянах. Нет, на Луне мы, конечно, побывали, но те загадки и ужасы, что мы там обнаружили, не попали в открытые архивы. Продолжение следует...